всем доброго времени суток друзья затеял я реставрацию своей кухни ну и хочу показать честно говоря я не хотел снимать это все дело но моя супруга мне сказала с ними на память даже для нас ну так как она меня убедила показываю и вам кухня довольно таки старая 20 лет этой кухне но функционал этой кухне очень хорошие мы в принципе дерево я сравнил с тем что сейчас предлагается в принципе и скажу честно я не в состоянии сейчас потратить почти 12 тысяч евро на кухню ну и что то я так подумал он думаю реставратор я или не реставратор мы решили отреставрировать кухню часть кухни я уже загрунтовал вот если видите и часть еще не не трогал то есть как бы он то будет у меня в двух стадиях снял я уже дверки начал зачищать дверки возня конечно большая но что сделаешь делаю я это все на балконе вот купил машинку которая шкурит и кое-что делаю машинкой кое-что делаю руками дверцы здесь дубовые и то есть с одной стороны эти дверцы зачищать легко и краска ложится очень хорошо давайте посмотрим какой грунтовкой я пользуюсь в это в испании что может быть кому-то это действительно и пригодится да то есть давайте сейчас покажу какими примочками я пользуюсь зале я организовал вот такой небольшой бардачок для того чтобы хоть как-то все было в одном месте чтобы не путаться вообще честно говоря очень тяжело и реставрировать и поддерживать все в порядке ну да ладно давайте к нашей теме так чем я грунтую грунтую я уже испытанным испытанный в испании фирмой не один год это у меня фирма манта вот этот грунт очень хороший основа водная чем почему я ее выбрал потому что во первых она без запаха то есть вы когда красите нет никаких посторонних запахов ничего это это очень очень большой плюс так краска тоже фирмы манта тоже на на водной основе там где она тут вот вот такая номер у меня вот 19 я выбрал но потом по цвету посмотрите какой-то цвет мне он понравился дальше значит шпаклевка шпаклю я заделываю там всякие дела в мебели это агвапласт дерево цвет белый вот такая вот штука если кому-то нужно тоже знаете это тоже хорошая шпаклевка на проверено годами то есть все работает отлично потом обратите внимание я вот на это вещь обращаю очень большое внимание на белый клей здесь у меня белый клей ну вот но он водостойкий он стоит в два раза дороже обыкновенного белого клея но это поверьте мне стоит того поэтому если вы будете что-то на кухне подклеивать то обязательно берите водостойкие белый клей это вам потом сможет сэкономить время в дальнейшей реставрации то есть кухня это все равно агрессивная среда где-то вода где-то что-то жир понимаете поэтому лучше всего чтобы это все было как говорится но ролики покраски шпателя это я обсуждать не буду это везде все одинаково единственное ролики ввели новые вот такие ролики вот на такой основе нам как бы поролон но не совсем поролон и мне вам нравится кладется это совсем недавно выпустили вот такую новую штуку и мне она нравится тем что кладется краска вообще просто бомба то есть вот это новинка сезона можно сказать так дальше я взял взамену потому что они крутятся быстро что еще а что еще вот но это я на будущее тоже купил значит это называется гателе что это такое нажимаете на кнопочку и туда выпрескивается шпаклевка такими капельками то есть гателе вы знаете в испании очень много стен просто гладкими не делают стены в испании это отдельная история и поэтому чтобы как-то скрасить вот эту неровность стен пользуется вот этим вот гателе но этот гателе очень хороший не надо ни щетку ничего просто нажал на кнопочку она поплевалась и у вас все хорошо стоят 10 евро на маленькие работы это очень даже супер-пупер-пупер ну и все на этом пока маленький обзорчик закончен ну и дальше буду вас держать в курсе как это все у меня проходит